С шумными соседями хотя бы единожды сталкивался каждый из нас. А что если шумы переходят в систему? Вот с таким вопросом только в 2018 году в жилищно-эксплуатационную организацию обратилось почти 300 человек. Как решить вопрос с шумными соседями? Разберемся сегодня. Вы смотрите программу «Есть вопрос». Наверняка каждый хотя бы однажды сталкивался с ситуацией, когда звуки, доносящиеся из соседней квартиры, мешают заниматься привычными делами. Для новополоцких многоэтажек не редкость, когда факт шумного соседства становится систематическим. В подтверждение статистика ежегодно за содействием в решении проблемы в ответственные службы обращаются до трех сотен горожан. Это почти 60% от всех обращений в сфере нарушения правил пользования жилыми вспомогательными помещениями. Если вы знаете, что это сосед, вы с ним тысяча лет знакомы, вы можете к нему сходить и сказать, что ты мне просто мешаешь, сделай телевизор потише. Но если вы чувствуете какую-то угрозу для себя, либо понимаете, что там за стеной могут происходить преступления, естественно, и вам необходимо вызвать милицию. Вы имеете право подать заявление в жилищную ремонтационную организацию о том, что ваш сосед в какой-то период времени нарушал именно этот комфортный режим тишины. Однако одно заявление не повод для направления материала в суд, поясняют специалисты. Предварительно участники соседского конфликта будут опрошены как нарушитель так называемого режима тишины, так и соседи по лестничной клетке. В случае подтверждения факта решение о мере административного взыскания принимают судебные органы. Даже единичный факт нарушения режима тишины может обернуться 30 базовыми. Согласно правилам, есть режим, что после 23 до 8.00 в квартире запрещены всякого рода шумы, вплоть до того, что даже нельзя хлопать громко дверью, поскольку это будет мешать вашим соседям отдыхать. Но и во весь период времени каждый жилец должен понимать, что рядом с ним живут другие люди. И слушать музыку, либо смотреть телевизор, установив его на такой звуковой поток, скажем так, с такой громкостью, чтобы данный телевизор, либо магнитофон не приводили к дискомфорту своих соседей. Согласие на соблюдение правил пользования жилыми помещениями жильцы дают вместе с подписанием договора на техническое обслуживание жилого помещения. Таким образом, каждый житель многоквартирного дома несет ответственность за несоблюдение пунктов договора. Добавлю, что уже в 2019 году к административной ответственности за шумы в квартире привлечено почти 70 человек. Ну что же, это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. А я лишь напомню, что наши программы доступны для просмотра на официальном сайте Новополоска и на YouTube-канале телерадиокомпании «Вектор». А я с вами прощаюсь. Увидимся уже в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok